Программа «Рунет сегодня» — совместный проект «Финам.ФМ» и Центр онлайн-образования «Нотология». Ведущий программы — генеральный директор Центра «Нотология» Максим Спиридонов. «Рунет сегодня» на «Финам.ФМ» для лиц старше 16 лет. Доброе утро, друзья! «Рунет сегодня» от 9 декабря 2013 года. В этот же день, 9 декабря, но в 1968 году, на конференции Сао-Франциско изобретателем Дугласом Энгельбартом впервые были представлены гипертекст и компьютерная мышь. Вот такие дела. Итак, это программа о главных событиях онлайна. Мы рассказываем о том, что случилось интересного в цифровом пространстве, в интернете, в мобильном вебе, в смарт-ТВ, если что-то появилось. Хотя пока, конечно, рано серьезно об этом говорить. Ну и так далее. Звучим на 99.6 в Москве или онлайн на финам.ФМ. Как обычно, разбираем шесть главных событий, которые отобрала наша редакция, из которых три мы обсудим в экспресс-режиме довольно коротко, хотя, надеюсь, обстоятельно. Еще три станут главными. Мы из них сделали некие новостные сюжеты, в рамках каждого из которых погрузим, в том числе, в контекст нашего слушателя, в контекст обсуждаемой новости, что, надеюсь, сделает более понятным и интересным. Итак, в студии ведущей программы это я, гендиректор Центра онлайн-образования «Нотология» Максим Спиридонов и эксперты выпуска. Анатолий Денисов, главный редактор CMS Magazine. Приветствую, Анатолий. Приветствую. И Борис Овчинников, сооснователь и партнер исследовательского агентства Data Insight. Приветствую. Доброе утро. Коллеги, вот главное, о чем пойдет сегодня речь. Для вас это не новость, но новость для наших слушателей наверняка. Издание фирмы RU представило топ-25 венчурных фондов России. Выясним, чем живет, насколько успешно развивается венчурный рынок финансирования интернет-проектов, ну и не только интернет-проектов в нашей стране. Далее речь пойдет о первом отечественном смартфоне, который был представлен компанией Yota Devices. Каковы перспективы российского гаджета на мировой арене в России? Найдутся ли потребители смартфона, кроме, как известно, премьера министра Российской Федерации, который уже продемонстрировал таковой гаджет на интервью телеканалам, которые давал он не так давно. Ну и в завершении выпуска поговорим о громком заявлении Яндекса, который намерен перестать учитывать ссылки на сайт при определении его места в поисковой выдаче. Ну и спрогнозируем, как это повлияет на миллиардный рынок поискового продвижения. Повлияет это, несомненно, довольно сильно. И в том числе на каждого из нас использователи вполне себе, скорее всего, также окажут влияние. Ну и теперь в спресс-режиме пройдемся по другим важным новостям. Первая новость экспресс-обсуждения. В Рунете прошел день распродаж «Черная пятница». Возможно, вы о ней слышали. Участие, которым приняли более двух десятков магазинов, наплыв покупателей сделал недоступным сайт организаторов мероприятия в первые часы работы, из-за чего акция была продлена до субботы. По данным организаторов в акции зарегистрировалось более миллиона участников. В общем, ажиотаж получился немалый. В первые часы сайт акции упал. Ну, вообще, как смотрите на это подобное мероприятие? Твое мнение. Знаешь, то, что было в этот раз, вот вспоминаю то, что было в прошлом году, киберпонедельник. Да, вот я вспомнил анекдот, в первую очередь, про АвтоВАЗ и место проклятое. То есть, такое ощущение, что вот вторая подряд акция, такая массовая, да, которая проходит с большейшим количеством негатива, каких-то накладок, как будто кто-то специально хочет вообще сделать понятие скидок, дискредитировать его, таких вот массовых, потому что, ну, не подготовиться к большой нагрузке, странно, учитывая, вот там озвучивались очень большие бюджеты на продвижение вот этой вот акции, то есть, странно, чтобы не были готовы. Опять, еще много комментариев было о том, что цены, на самом деле, не сильно-то и снизены, не снижены были в основном. Были комментарии, что цены завышены, то есть, то, что якобы они подняли их резко до, собственно, этой Черной Пятницы, некоторых из участников этой акции, а затем опустили до какого-то небольшого предела, и вот на этом якобы раздували ажиотаж. Ну, вот в этом плане очень напомнило все Киберпонедельный, где это было просто каким-то таким... В общем, вторая попытка подобного рода с продажи в конце ноября-начале декабря, она не то чтобы полноценно успешная, верно, Борис? Я немножко поспорю. Да, действительно, видно обилие негативных отзывов, обилие возмущений покупателей, но, с другой стороны, до сих пор совершенно неизвестная идея привлекла больше миллиона человек, и на самом деле есть много магазинов, есть много покупателей. Одни увеличили продажи, другие купили то, что хотели, просто они об этом не шумят, не возмущаются, мы не видим этого на форумах, в фейсбуке и так далее. Так что результат неоднозначный. Этот флиор, он рождается, скорее, недовольными, и, в общем, ориентироваться на него, с твоей точки зрения, не стоит. Ну, делать вывод о том, что идея провалилась, рано. Посмотрим, что будет в следующем году. Ну, действительно, рано, поскольку по некоторым данным, согласно первым представленным показателям посещаемости сайта, скажем, соцмаркет одного из участников этой акции выросла на 88 тысяч человек, а средний чек вырос на тысячу рублей, то есть, собственно, выиграли потребители. Есть и другие комментарии, их немало, но также есть люди, которые купили, и, вероятно, они покупали, как ты сказал, не с закрытыми глазами, или, так скажем, не все это делали так, и, значит, в чем-то находили свою выгоду. Видимо, должно устояться, видимо, должно сформироваться. Та же самая Черная пятница в Америке проводится еще с 19 века. Ну, правда, в оффлайне, разумеется, в 19 веке в Америке еще не было полноценного интернета, или так, не везде был дотянут. Значит, видимо, должна сформироваться культура подобного рода распродаж, и будем наблюдать за тем, как это будет происходить. Едем дальше. Министерство культуры представило поправки к антипиратскому закону, которые расширяют действия закона на все виды контента, исключением музыки. Пока это поправки, поэтому не надо волноваться. Однако, кроме фильмов, которые уже попали под антипиратский закон еще в августе, селесериалов, предлагается распространить закон на компьютерные программы, на книги, на фотографии и другие виды контента. Немного внимания, кроме музыки. А почему, кстати говоря? Как ты думаешь? Я не знаю. То есть у меня нет какого-то внятного ответа. Когда я читал эту новость, первый раз, когда увидел ее, я несколько раз перечитывал, там употребляется даже не музыка, а фонограмма. Ну, фонограмма, да. То есть я думаю, что, может быть, это какая-то именно часть музыкальных произведений. Ну, фонограмма имеется в виду, что это некое общее понятие. Но это не только фонограмма и минус один, как мы привыкли понимать в бытовом представлении. Это именно музыкальные произведения. Ну, вот я перечитывал, но потом все-таки и в комментариях понял, что речь идет о музыке. Очень странно, потому что о пиратстве именно в отношении музыки всегда говорили больше всего. То есть это был... Это самое массовое пиратство. Самое такое вот очевидное и распространенное везде. В торрентах, в социальных сетях, на сайтах. Ну, у меня есть, может быть, единственное предположение, но оно такое странное, что, может быть, этот сегмент как раз, он становится все более белым сам по себе. То есть все более популярны, насколько я понимаю, сервисы легального стриминга, когда люди, в принципе, даже... Раньше же как вот эта модель потребления, да, скачать себе сотню тысяч MP3 и слушать, да. А сейчас все более популярны сервисы, где музыка, как и такова, не скачивается, она просто слушается. И там те же Яндекс.Музыка, да. И вот... Ну, пока можно рано говорить о том, что они сильно популярны. Скажем, это популярно как в белом, так и в черном сегменте, потому что прежде всего популярна подобного рода стриминговый сервис социальной сети ВКонтакте, который вообще нелегален. Ну, да, музыка ВКонтакте... Борис, твое мнение, почему нет музыки и вообще будет ли подобного рода инициативы проведены в жизнь? Пока это предложение. Я не берусь комментировать логику авторов поправок, в данном случае Министерства культуры. Качество и логика законодательных инициатив, на мой взгляд, последние лет 10 все время снижается. Если эти поправки будут приняты, дальше будем радоваться тому, что не всегда законы выполняются. Хотя, безусловно, проблемы есть, которые надо решать, но нет веры в то, что ее удастся решить правильно и корректно. Одно из объяснений того, почему музыка не входит в эти предлагаемые поправки, в том, что музыки настолько много, что введение подобного закона моментально просто обвалит ситуацию, сделает ее неконтролируемой. Вот это реально то, что давалось в комментариях и, возможно, действительно правда. Потому что это поставит незаконно, например, то же самое ВКонтакте, самую большую социальную сеть страны. Причем там, если вспомнить, там очень жесткие сроки по реакции, то есть там, 24 часа... И большие штрафы. Ну, опять же, будем наблюдать ситуацию. Еще одна новость. Социальная сеть Facebook запринентовала технологию распознавания нелицензионного контента. Еще одна новость, вот туда же, в антипиратскую историю. Пиратский контент определяется сетью с помощью анализа так называемых социальных сигналов, к которым относится географическое положение пользователя, круг общения в соцсети, список любимых фильмов и другое. В общем, еще одна новость с антипиратского фронта. Кольцо вокруг распространителей нелегального контента, в том числе и невольных распространителей, не говоря, обычных пользователей, оно сжимается по всему миру. Так получается, Анатолий, да? Но, рано или поздно это было произвольно. То есть, да, да. Кольцо сжимается, безусловно, потому что, ну, учитывая открытость всего, когда-то должны были... У нас 10 секунд, Борис. Мы бы все будем белыми пушистыми и будем потреблять исключительно лицензионный контент, так? Интернет разделяется на два. Один белый, пушистый, легальный, второй тоже массовый, но невидимый. В перспективе будет весь белый пушистый, судя по всему. Не думаю. Окей, посмотрим. Ну и разговор в Рунет Сегодня продолжим через пару минут. Программа Рунет Сегодня совместный проект Финам.ФМ и Центр онлайн-образования Нотология ведущий программы генеральный директор Центра Нотология Максим Спиридонов. Главные события российского интернета в авторской программе Максима Спиридонова Рунет Сегодня программа для тех, кто не только пользуется интернетом, но и строит свой бизнес в глобальной сети. Ведущие эксперты отрасли расскажут, чем живет веб-индустрия. Новые идеи, новые компании, взлеты и падения, имена нынешних и будущих виртуальных звезд. Будьте в курсе событий во всемирной паутине. Слушайте Рунет Сегодня каждый понедельник в 11.05 на Финам.ФМ 99,6 в Москве для лиц старше 16 лет. Итак, продолжаем. Рунет Сегодня от 9 декабря 2014 года мы рассказываем о главных событиях цифрового пространства. Звучим на 99,6 в радиодиапазоне Столицы или на финам.фм, если вы находитесь вне пределов Москвы, где тоже безоговорочно и постоянно доступно радио Финам.ФМ и программа Рунет Сегодня. Также напомню о возможности слушать нас в подкасте, что делать рекомендую всякий раз, поскольку это модно и высокотехнологично, и поскольку это удобно в силу того, что любой эпизод программы, рассказывающий о главных событиях онлайн, как я уже не раз повторил, доступен вам в любое удобное время. Как следствие, слушая периодически, вы постоянно в курсе главных событий. Итак, меня зовут Максим Спиридонов, я гендиректор Центра онлайн-образования и антология, ведущий программы и эксперты выпуска. Борис Овчинников, сооснователь и партнера исследовательского агентства Data Insight и Анатолий Денисов, главный редактор CMS Magazine. Коллеги, насколько сильно, на ваш взгляд, сегодня венчурные фонды влияют на Рунет? Насколько много проектов появляется или развивается благодаря их деньгам? Или все еще проекты растут как трава сами по себе, как это было времена начала Рунета, ну и там годы последующие? Твое мнение, Анатолий? Проекты, безусловно, появляются. Другое дело, что мое такое личное мнение скептическое, что качество этих проектов, полезность и востребованность, оно в среднем хуже, чем если бы эти проекты появлялись без вот такой активной поддержки. То есть мне кажется, что пока большая часть проектов, которые появляются благодаря различным фондам, различных стадий, они больше проекты ради проектов, а не то, что действительно нужно людям, нужно рынку. у меня скорее скептическое отношение. Это именно появляющиеся. Мы говорим, по сути дела, если использовать технологию вечерного бизнеса, о посевной стадии, те, которые рождаются благодаря деньгам. Да, то есть приличная часть проектов, на мой взгляд, она рождается для того, чтобы потребить эти деньги, а не из-за того, что они нужны. Действительно, появилась, сохраняются последние годы некоторая в этом направлении игра в стартап, то есть такой вот мальчики, ну или реже девочки, которые на самом деле хотят не построить нечто, не создать бизнес, им нравится идея того, что у них будет свой проект. И я лично, как консультант, участвовал во многих таких историях, как инвестор, как ангел инвестирующий и часто встречался с тем отношением, когда люди реально хотят, причем буквально цитирую, чтобы у них был офис в центре, обязательно маки и молотый кофе. А остальное их не интересует. Борис, а ты как смотришь на то, что происходит в стартап-тусовке? Конечно, есть и такие истории, и только потребители, только конечные пользователи могут рассудить, ну или рекламодатели, что нужно, что не нужно, но наверное не надо винить венчурные фонды в том, что они безусловно не виноваты. Приходят и такие стартаперы, и такие проекты. Я думаю, что это связано с тем, что сама отрасль венчурного финансирования, сама сущность такого вот подкачки деньгами новорастущих проектов, она в процессе становления, и нет еще культуры построения стартапа, отношения к этому построенному бизнесу и так далее. Отсюда и возникает такое вот расхождение и некоторый флер вокруг стартапа в интернете, имеющий не, как бы сказал, не прагматический бизнес корни, а скорее такой вот какой-то стартап, времяпрепровождение, что, конечно, неверно. Однако мы сейчас не об этом, сейчас о первой истории Рунета, попытки построить рейтинг инвесторов Рунета. Издание фирмы Ру опубликовало рейтинг самых активных венчурных фондов России. Список был сформирован при помощи профессиональных участников рынка, а также на основе анализа открытых источников. Тройку лидеров рейтинга составили фонды Руна Кэпитал, Рунет Холдингс и ТМТ Инвестментс. Надо сказать, что издание подчеркивает, что это медийный рисок наиболее активных. Видели рейтинг, кстати говоря, сам себе, да? Как он, Анатолий, тебе? Ну, я, методика его мне показалась понятной, прозрачной. Вы делаете подобные вещи и сами, я понимаю, да? Блинские, по крайней мере, Мы делаем много рейтингов, да, вот поэтому я смотрю больше даже именно как рейтинга деятель на продукты коллег. Вот, хорошо подана методика, вот понятная результата, понятная метрика, то есть здесь, мне кажется, самое главное, это чтобы было понятно как считали и как это все получилось. Вот, ну и уже оценка результата Руна Кэппл, например, лично в моем рейтинге активных фондов, она, наверное, тоже где-то на первых местах по ее активности вот публичной или там лично знаю людей, которые там работают. А вот, поэтому рейтинг, в принципе, показывает то, что декларируется в его... Борис, ты как смотришь на это? Ты тоже, скорее, из области исследователей, поэтому по идее тебе должна быть близка тематика. Ну, мы как раз не очень любим рейтинги, потому что любой рейтинг это некоторое упрощение, некоторая условность. Но именно рейтинги больше всего любят потребители в конечном счете. Да. И на самом деле хорошо, что такой рейтинг появился, потому что действительно он прозрачный, понятный, пусть и есть вопросы по полноте, точности и так далее. И появление этого рейтинга тоже один из признаков возрастления рынка, в том числе, может быть, поможет избавить рынок от тех венчуров, которые готовы инвестировать в мальчиков и девочек, которым нужны только кофемашины и офис-центры. Комментарии создателей в репочете были учтены только фонды, созданные россиянами, работающие инвестиции России, совершившие за последние два года не менее двух венчурных сделок, базовые критерии, число продвиженных компаний за два года. У нас на связи Дмитрий Фололеев, это издатель фирмы РУ и руководитель исследования. Дмитрий, слышите нас? Да, добрый день, вообще слышу. Приветствую. Дмитрий, этот рейтинг, главные его выводы для вас, они каковы? Что он показывает вам лично в вашей структуре? Ну и что он должен сказать рынку и конечному потребителю? Тому, кто выходит в интернет сегодня? Спасибо за комментарий. Я, во-первых, хочу сказать, что это не рейтинг, все-таки мы очень опасались этого слова, потому что, во-первых, понимаешь, что оно негативную коннотацию имеет для большинства полициональных игроков рынка. Во-вторых, мы, наверное, не готовы брать на себя некую ответственность. Понятно, что мерить надо по РАИ или по РАР, а это практически невозможно, потому что большинство информации, она закрыта, она закрыта и, соответственно, тяжело очень мерить. То есть, они взяли довольно в смысле. Прошу поводу для слушателей, то есть, мерить надо реально деньгами, которые были вложены и возвращены? Мерить надо деньгами, которые были вложены и вернулись и в каком количестве, и как, и когда. А так как кредитов, как вы сами видели в таблице, их довольно мало, но, правда, есть на положение тренда, и все-таки больше, потому что, когда мы со всеми разговаривали, то несколько фондов довольно крупных говорили о том, что они следуют больше. Другого в прошлом поведе это всегда можно, поэтому у нас есть несколько таблиц, как вы заметили. Одна таблица условно это информация от фондов, а другая таблица это информация, которую мы смогли проверить по фондам. Они не всегда соответствуют, к сожалению. Но я думаю, что вряд ли фонды обманывают, поэтому мы решили дать и ту, и другую информацию, чтобы люди могли самостоятельно сделать. А критерий, по которому мы ранжировали, он очень условный, он просто очень прозрачный, по нему можно действительно как-то таких выстроить, чтобы не было хаоса. Количество сделало, понятно. Но все-таки какие выводы? Выводы следующие, что много появилось очень новых фондов за это время, и частных довольно много. Что появились так называемые суперангелы, которые переходят уже на практически в большинство категории фондов и на равных с ними работают. Ну, в первую очередь, мы имеем в виду Альтаир и ИМИ ВИСИ, что довольно много, на самом деле, для меня был, ну, не то, что сюрприз, но я по этому сильно не думал, что довольно много фондов зарубежных очень активно здесь действует. Потому что понятно, что мы все равно верхушку айсбрега только снимали, и на самом деле их сильно больше. Ну, наверное, это не является таким прямо совсем таким-то новым выводом, потому что довольно много слышно хороших исследований, в том числе Манитрия и давующие, что рынок все-таки не падает, вопреки тому, что говорят многие. Сейчас есть, действительно, во-первых, ситуация с Кипром немножко повлияла на него явно. Летом сделок было меньше в начале по эфирам лета. Но в целом нет еще ничего падает. Просто еще софала с тем, что большинство фонда сейчас вложило все свои средства или близко к тому, и поэтому у некоторых есть такое ощущение у тех, кто находится не в рынке. Ваш последний вопрос был, насколько я понял, о том, для кого это. Это, в первую очередь, все-таки, не для фондов, а это такие желтые страницы для, например, потенциальных ФЛП, ну, в определенной степени для стартапов, чтобы просто полистать и посмотреть, что вообще происходит за последние два года и кто находится где. Поэтому, собственно, дали несколько разных критерий, чтобы люди могли это снасоцентно оценивать. Для кого-то важны экзиты, они могут смотреть экзиты, потому что там есть, на самом деле, такие небольшие чемпионы, у которых экзитов действительно существенное количество. Можно, например, можно сказать, Дмитрий, я знаю, что у нас мало времени осталось, буквально несколько секунд. Можно сказать, что рынок венчурного финансирования в интернете цивилизовался и сейчас на дельный проект безусловно и даже, может быть, на конкурсной основе можно получить деньги, я имею в виду конкурс между фондами и в должном виде и деньги, экспертизу и, в общем, в итоге построить нечто стоящее и нужное. Я не уверен, что он цивилизовался еще, я думаю, что это вопрос года-двух, как минимум. А то, что конкуренция есть за проекты, за хорошие, это, безусловно, это, в общем, спасибо большое, это был комментарий Дмитрий Фололеева, автор исследований, а на этом закончим вечерную тему в этом выпуске, обсудим громкую премьеру первого российского смартфона скоро. Программа «Рунет сегодня» в совместный проект «Финам.ФМ» и Центр онлайн-образования «Нотология», ведущий программы генеральный директор Центра «Нотология» Максим Спиридонов. «Рунет сегодня» на «Финам.ФМ». Продолжаем «Рунет сегодня» 9 декабря 2014 года в студии Максим Спиридонов и эксперты выпуска Анатолий Денисов, главный редактор CMS-магазин Борис Овчинников, сооснователь и партнер следовательского агентства Data Insight. Продолжаем обсуждать главные события онлайна и сейчас вопрос традиционный, который задаю перед тем, как войти в новость для того, чтобы погрузиться в контекст этой новости. Коллеги, как вам кажется, насколько заметную нишу заняли сегодня смартфоны в России? Кто ими пользуется? Каков процент этих людей от общего числа пользователей мобильной связи? Как будет это число меняться в ближайшие годы? Ну, так, если можно, коротко поразмышляйте, Анатолий. Процент высокий. Мне кажется, что и процент все время растет. Другое дело, что есть какой-то потолок, потому что все-таки пока смартфон это в основном самые популярные модели смартфонов это такие однодневки, то есть один день он держит, его обязательно заряжать. Вот поэтому те, кому надо много говорить, вот действительно пользоваться телефоном, смартфоном, как телефоном. Для них это пока может быть не самый удачный выбор, но все-таки большая часть пользователей мобильной связи, они не наговаривают часы, поэтому доля будет расти. Люди читают со смартфонов, переписываются, с помощью них общаются в соцсетях, об этом даже говорят доля трафика, тоже мобильная версия ВКонтакте или популярность приложений мобильных. Вот поэтому смартфоны однозначно популярны, ну и плюс массовое кредитование, которое делает их доступными, к сожалению, может быть, слишком доступными для практически всех категорий населения. Борис, ставь меня о смартфонах, стали ли они уже полноценным продуктом широкого потребления или все еще гаджет для специалистов и гиков? Нет, они безусловно стали массовым продуктом, насколько я помню, последние цифры в текущих продажах смартфоны уже примерно сравнялись с обычными телефонами. Да-да, то есть 50-50 примерно. Это по штукам, а если по деньгам, то, естественно, смартфонов намного больше. И учитывая то, что вполне функциональные модели сейчас можно купить за 3-4 тысячи рублей, конечно, это стало доступно и востребованным очень широкой аудитории от учеников младших классов до пенсионеров. Ну и дальше, видимо, эта доступность будет провоцировать рост все больше ниши и, по сути дела, в итоге каждый будет смартфоном. Ну, почти каждый. Почти каждый. Сейчас про премьеру российского смартфона. Российская компания Yota Devices представила отечественный смартфон YotaFone. Отличительной особенностью гаджета стало наличие второго экрана, сделанного по технологии электронных чернил, который сможет оставаться включенным даже при полностью разряженном аккумуляторе телефона. Устройство работает на операционной системе Android. Ну и на чем еще и работать, собственно говоря. Событие знаковое. И мы не могли бы эти внимания, безусловно. Что думаете о премьере? Как ваши впечатления? Разные на этот сейчас звучали точки зрения. Мы сейчас пробуем суммировать все, что отзвучало и к какому-то компактному выводу прийти. Анатолий. У смартфона есть идея. То есть, может быть, это вообще первый раз за последние годы, когда слово отечественное сопровождается не с тем, что надо было делать 10 лет, ну как машины, например, отечественные, которые сейчас рекламируют, как у них есть много всего, но это во всех остальных машинах есть уже давно. Вот здесь, слава богу, есть что-то, чего нет у других. То есть, это какая-то есть идея. К самим электронным чернилам я отношусь очень положительно. Скажите, что идея, чтобы расправить для тех, кто не знает, идея в том, что телефон имеет два экрана с двух сторон прибора, но второй экран это электронные чернила, то есть, экран, который черно-белый, который не требует энергопотребления для того, чтобы отражать статичную картинку. Это довольно любопытно, ну, к точке или просто концепта. Электронный чернил это очень хорошая штука, у нее есть масса преимуществ, есть, конечно, недостатки, вот это не так ярко, быстро, динамично, ну, совсем не так ярко, быстро, динамично, как и экраны смартфонов вообще принятых. Это очень хорошо для глаз, вот поэтому, если это станет массовым, то это такая благая, благая штука. Другое дело, насколько хватит ресурсов для того, чтобы сделать это действительно массовым продуктом, а не, ну, штукой для гиков там и для тех, кому навяжут потребление этих смартфонов. Штукой для гиков и для патриотов. Да, да. Отчаянных. Я не исключу, что пройдет какое-то время и будет, например, куплен патент на эту историю и уже Samsung, HTC, Apple будут развивать что-то. Потому что идея сама по себе очень интересная, мне кажется, когда... Борис, согласен ты с тем, что идея вот этого дуализма, извиняюсь за выражение, этого вот двуэкранности, где один экран обычный, цветной, мощный, энергопотребляющий, как следствие, другой, эти самые пресловутые электронные чернила, ну, как вот в электронных книжках, что, наверное, многие видели, даже если не пользовались. Вот эта идея, она вообще стоит дорогого? Она не... Надумана ли она? Хорошо то, что есть что-то отличающее от того огромного многообразия моделей, которые есть на рынке. Насколько это нужно покупателям? Действительно, вопрос хороший. И где здесь что первично? Предугадывание еще неосознанной потребности людей или некое искусственное выделение среди конкурентов, я пока не готов сказать. Другое дело, что если ориентироваться там на тот уровень цен, который звучал около 20 тысяч рублей за модель, то, на мой взгляд, очевидно, что массовым продуктом это не станет. И, по крайней мере, если говорить о влиянии на Рунет, то влияние будет нулевым. Вот как? Почему же? Ну, с точки зрения Рунета просто еще один, еще одно устройство с небольшим количеством пользователей, еще одно устройство для доступа. На рынке таких сотни. У нас на связи Сергей Вильянов, это главный редактор журнала Мир ПК и мобильный аналитик. Сергей, слышишь нас? Да, слышу. Здравствуйте. Приветствую. Главный вопрос, который меня занимает, Сергей, это насколько выход этого смартфона является событием, ну, объективным событием мобильного рынка, я надеюсь, хочу верить, мирового масштаба, или такое, как я уже сказал, надуманное, ну, резче, высосанное из пальца концепция с этими двуэкранностью, этими неудобными для просмотра электронными чернилами. Твое мнение? Мне кажется, это нечто среднее. Я не совсем понимаю, зачем этот аппарат представили в качестве некоего такого финального коммерческого продукта, потому что, на самом деле, это вот как был сэмпл год назад, такой странненький, забавненький, глюкавенький, так он таким и остался. За год я не вижу никаких изменений, к сожалению. Я видел его на ЦЭС, я видел его на МВТ в Бартиоле. Его показывали год назад, или, пожалуйста, год назад он уже существовал? Он уже год назад существовал? Да, конечно, он работал точно так же, он был точно таким же. Вот ничего не изменилось за год. Я не совсем понимаю, чем они занимались сейчас этот год. Они готовили подарок, видимо, премьер-министру, вот эту пиар-акцию, что была организована на интервью телеканалом ведущим. Это дорогой очень подарок. А главное, что вот я в первый же день, в день презентации разместил предзаказ на сайте партнера, который упоминался в пресс-релизе, что можно заказать, вам привезут. До сих пор мне даже никто не позвонил, и сейчас купить этот бьет-офон невозможно. Поэтому я не понимаю, что это за странный цирк, назовем это так. Мне кажется, что ребята просто вот торопились закрыть какие-то бюджеты, какое-то там обещание какие-то выполнить. Но это не финальный продукт, это такая некая демонстрация возможностей, что мы в принципе что-то могем. А вот что могем, пока непонятно. Но де-факто по техническим характеристикам это довольно средний, если не сказать ниже среднего смартфона, да? Да, это очень слабенький смартфон со старым железом, очень энергоемким железом, которое, кстати, полностью нивелирует обещанный эффект экономии аккумулятора. Йота фонд живет, вот как и все смартфоны на Android, он живет световой день. Поэтому для чего вот этот вот нужен второй экран, который позиционировался именно как разление работы от батареи, непонятно категорически. Ну, иными словами, вот эта идея, концепт двух экранов, он не работает с твоей точки зрения? Нет, вот конкретный экземпляр не работает. Сама идея, возможно, что-то в ней есть такое красивое и изящное. То есть, если ее додумать, если ее запилить, наверное, да. Но, повторюсь, то, что нам показали под видом финального продукта, финальным продуктом не является лабораторный сэмпл, который зачем-то решили немножко попродавать. Ну, и коротко, прогноз, Сильзи, раз прерываю, Сергей, прогноз по тому, как будет ситуация дальше развиваться, твой. Что случится с этим? Будут ли покупать это россияне? Первое. А второе, как будет развиваться сама трубка, сам прибор, будет ли он эволюционировать все-таки? Я думаю, что россияне бы и рады купить, но особо купить они его не смогут, потому что, как я только что сказал, его нет в продаже, сейчас срочно изготавливает дополнительная партия, там, по разным оценкам от 3 до 5 тысяч. Я думаю, что вот на этом история йотафона в нынешнем виде и закончится. Ребята обещают показать новую версию в марте, наверное, в феврале-марте, и вот она, говорят, будет уже совсем-совсем хорошей. Если это правда, тогда проект йотафон, наверное, еще поживет. Но я, честно говоря, в легком пессимизме. Мне кажется, что если эта идея всплывет, то уже под каким-то брендом. Спасибо большое. Это был комментарий Сергея Вильянова, главный редактор журнала МирПК. Ну, вот видите, коллеги, по мнению специалиста несколько потемкинская деревня получается. Анатолий, ты что думаешь? Ну, мнению Сергея тут, безусловно, стоит доверять, вот учитывая, что этот рынок непосредственно анализирует, мониторит. Вот. Ну, тут, на самом деле, вот многое из того, что мы сказали, Сергей, ну, не то, чтобы повторил, в общем, слышно у нас или нет, вот, и то, что это явно будет не массовая история, и про судьбу его не совсем понятно. Здесь, мне кажется, будет очень много зависеть от запала, то есть, и от запала, от того, кто рулит этим проектом, да, то есть, насколько эта история, вот, помнишь, про стартапы, когда говорили, да, потому что есть стартапы, которые для потребления денег сделаны, да, есть, есть все-таки стартапы, которые для идеи. Есть определенная жизнь в этом, как мне показалось, по крайней мере, внешне картинка представлена неплохо, вот есть некоторые такие вторичные, не скажу, половые, а просто вторичные признаки товара, с точки зрения его перспективности, ну, для меня, по крайней мере, это признаки маркетинговые, и вот в представлении смартфона на сайте yotafone.com, кажется, или что-то такое, но вот на сайте товара, где сделано это все красиво, вкусно и грамотно, с точки зрения маркетинга, в упаковке всего этого, который немножко на Apple смахивает, я видел видеоролик, специально посмотрел, с таким вот, то, что называется unpacking, то есть распаковка, все это там выглядит довольно симпатично, но есть в этом определенные проблески понимания создателей того, что такое современный товар в его полноценном представлении, современный гаджет. Однако, конечно, вот то, что сказал Сергей, меня прям даже немножко расстроило, если он, этот сэмпл представлялся уже год назад и ничего не изменилось с тех пор, то может быть потемнительской деревни. Кстати говоря, новость, которая пришла буквально только что, по информации и известий, в России yotafone может стать неким де-факто государственным смартфоном. Значит, комиссия Совет Федерации по развитию информационного общества рассмотрит вопрос о безопасности обмена информацией преимущественных смартфонов. И для максимального снижения угрозы неправомерного доступа к госинформации законодатели готовы провести исследование надежности действующих гаджетов и перейти на новый российский смартфон от компании Yota Devices, а также на устройства с функцией шарования трафика. Но вот речь конкретно Yota Devices, поскольку других устройств, других смартфонов российских не существует. Любопытно будет, если они все перейдут с тех же самых айфонов на подобные устройства. Поживем, увидим. На этом, увы, пора заканчивать этот блок. В финальном блоке программы через пару минут нас ждет весьма горячая тема удар Яндекса по бизнесу поисковой оптимизации. Прямо под дых. Программа Рунет Сегодня совместный проект Финам.ФМ и Центр онлайн-образования Нотология ведущий программы генеральный директор Центра Нотология Максим Спиридонов. Рунет Сегодня на Финам.ФМ Продолжаем рассказывать о главных событиях цифрового пространства. Меня зовут Максим Спиридонов. Я генеральный директор Центра онлайн-образования Нотология ведущей программы аэксперта выпуска Борис Овчинников сооснователь и партнер исследовательского агентства Data Insight и Анатолий Денисов главный редактор CMS Magazine. Коллеги, для создания контекста к следующей новости как и предыдущей давайте припомним какие главные факторы влияют на ответы поисковых систем на запросы нас как пользователей. Давайте просто набросаем основные. Можешь помнить? Это собственно сам контент сайта его разметка то есть не только то что мы видим как потребители а то как устроена страница страница как они дальше как они связаны между собой внутри самого сайта внешние ссылки на них. То есть это внутренние факторы это внешние ссылочные факторы да и то что несколько лет назад стало очень важным фактором очень сильно всколыхнул рынок это так называемые поведенческие факторы это то как посетитель сайта ведет себя на нем какие он действия совершает насколько он их долго совершает или наоборот быстро и вот три наверное еще региональные факторы то есть то где находится этот человек часть запросов отвечает отвечает исходя из того где он находится с точки зрения просто локации но при этом ссылочные факторы ссылочное ранжирование оно если не доминировало то было одним из ведущих верно Борис? ну собственно говоря можно вспомнить что Google стал великим королем интернета именно потому что двое аспирантов придумали ссылочное ранжирование да то есть суть этого ссылочного ранжирования в том что чем больше внешних сайтов ссылается на сайт X то тем вероятно более интересен этот сайт X в ответе на запрос к которому он имеет отношение да окей именно этот казалось бы безоговорочно правильный концепт и сейчас ставится Яндексом под сомнение так? на самом деле он под сомнение ставится уже давно и представители Яндекса и представители Гугла и представители других компаний в том числе потребителей и аналитики уже несколько лет говорят о том что значимость ссылочного ранжирования снижается и будет снижаться дальше и что все больше роль будут играть как раз вот те поведенческие факторы окей сейчас о том что может кардинально изменить подход бизнеса к продвижению в интернете алгоритм поиска Яндекса больше не будет учитывать количество ссылок на сайт определяя его положение в поисковой выдаче об этом заявил руководитель поисковых сервисов российского айти гиганта Александр Садовский нововведения вступят в силу с 2014 года и на первых парах затронет только Москву надо сказать что всколыхнуло это отрасль поскольку напомню о чем не раз говорил в программах что поисковое продвижение непрозрачное часто серое но очень большая по деньгам для рунета отрасли это миллиарды рублей годового оборота почему это так взволновало давайте объясним себе разберемся сами вернее объясним нашим слушателям Анатолий ну смотри это предполагаем что это действительно произойдет и произойдет это точно теперь уже понимаем раз они заявили об этом они явно готовятся просто видишь какой момент о том что ну то есть говорилось об этом уже несколько лет назад были такие выступления причем было кажется два года назад когда Яндекс попробовал отключить вот этот фактор для некоторой части выдачи и запомнился это тем что результаты стали какими-то вообще зачету неадекватными то есть без вот этого фактора выдача сильно испортилась тогда это вот некоторые эксперты рынка помнят когда комментируют вот это вот событие да это вспоминают вот то есть Яндекс готовил к этому моральных людей но заговорили о том что надо не только ссылками заниматься те же оптимизаторы да участники всего рынка давно но зачастую это было просто на слова говорили то есть на самом деле приличную часть бюджета все равно тратили на ссылки и вот а теперь нужно будет менять бизнес процессы так скажем да вот эти вот эти вот вот это влияние на выдачу вот и конечно это сложно но люди вообще не очень любят изменения да здесь изменения планируются то есть фактически для очень многих бизнесов и для думаю что многих из тех нас слушает руководителей бизнесов это такая новость окажется что прежде довольно большая статья расходов а порой чрезвычайно большая может быть главная статья расходов на рекламу в интернете поисковая оптимизация она изменится или вообще уйдет Борис ну наверное для начала хорошо бы озвучить цифру что скажем по оценке РАЭК Российской Ассоциации Электронных Коммуникаций в прошлом году рынок поисковой оптимизации превысил 10 миллиардов рублей вполне солидная идея и безусловно люди которые получают эти деньги в общем сильно заволновались и переживают поисковой оптимизации конечно придется меняться на самом деле она и так меняется она меняется постоянно это вообще такой рынок где невозможно оставаться на месте нельзя останавливаться и но как справедливо сказал Анатолий масштаб изменений неизвестен на самом деле не знаем в какой степени сейчас Яндекс использует ссылочные факторы при ранжировании в Москве быть может это 5-10% ну вот так может быть может быть и ноль мы точно не знаем неизвестно и эти изменения не будут мгновенными не будут они будут постепенными и может быть даже не очень заметными по крайней мере извне тут на мой взгляд интереснее почему именно сейчас Яндекс решил что надо об этом публично заявить почему какие версии а вот у меня нет ответа ты знаешь есть версии они ну они вообще вот в этот год наверное ну мне по моим личным ощущениям опять же кажется год когда о том о том что Яндекс это не не просто компания таких хороших ребят которые делают хорошее дело это еще и бизнес говорят все чаще то есть многие действия которые предпринимает Яндекс в этом году публично и не только публично вот они все можно подумать о том что это бизнес решение то есть вот конкретно берем например вот эту историю да есть ну вот сейчас немножко отонем в сторону да есть два способа получить переход на свой сайт из от Яндекса через контекстную рекламу и через позицию вот в естественной выдаче так называемой соответственно вот этот вот ход он делает второй вариант то есть получение через естественную выдачу более непредсказуемым то есть еще больше повышает привлекательность контекстной рекламы где-то возможно драматично повышает эту привлекательность то есть если действительно вот как в момент когда условно говоря рубильник будет там выключен да ссылочные факторы перестанут учитываться для значительной части запросов и выдача очень сильно поменяется то тогда это будет драматичное изменение то есть если говорить вот о тех кого это вообще затронет да то есть если мы вспомним про бизнес который собственно платит вот эти миллиарды да за то чтобы быть на глазах потребителя а для многих бизнесов тогда этот канал станет менее предсказуемым более дорогим и и менее предсказуемым у нас на связи Евгений Пошибалов от руководителя сервиса сейп.ру одного из ведущих сервисов поисковой оптимизации ну и одного из игроков самых заметных игроков в этой самой поисковой сфере Евгений приветствую Евгений Алло как смотрите на то что происходит насколько объективно сильно этот ход Яндекса скажет на вас о вашем бизнесе опасаетесь ли вы что вообще компания может умереть ну смотрите я согласен с предыдущими спикерами которые говорили что это целиком бизнес решение вот я придерживаюсь придерживаюсь этого же мнения Яндекс нарабатывает дивиденды в пользу позитивных новостей о своей компании вот это первое второе если говорить о практической стороне дела многие интернет специалисты по поисковой оптимизации в том числе уже достаточно давно замечали уже где-то год-полтора что выдача особенно по Москве коммерческом секторе по особо конкурентным запросам она практически заморожена то есть в топ-10 редко появляются какие-то новые сайты крайне редко и эта выдача очень чисто пропахана как ассессорами так и матрикснетом который собственно и предназначен для того чтобы фильтровать плохое от хорошего в том числе и плохие ссылки и второй момент что недавний недавний член коронета так называемого АГС который предназначен для борьбы с плохими сайтами он почистил эту базу достаточно серьезно и основательно Евгений извините пожалуйста у нас осталось буквально 10 секунд если коротко совсем вывод это убивает бизнес поисковой оптимизации или нет нет конечно же нет естественно пока это заявление и надо посмотреть на реальность но нет ощущения что сразу что-то сильно изменится спасибо большое у нас Евгения Пошибалова это была программа Рунет сегодня слушайте нас каждый понедельник пока